Всем привет! Сегодня очередной разговор про совместную разработку. Я попытаюсь воспроизвести то, чего я не смог по странным причинам воспроизвести в прошлый раз. В общем, может быть, оно и к лучшему, зато мы поговорили про ТК-Интер более подробно, чем я хотел вообще в этом семестре этим заняться. Попробую сегодня рассказать про то, про что собирался рассказать в прошлый раз. У нас такой в этом учебном году, в этом семестре выдался семестр обманов. Очередное неверное утверждение, которое я сделал в течение лекции. Сейчас буду его опровергать. Неверное утверждение состоит в том, что гид якобы не подразумевает канал обмена информацией. Мы с вами довольно много возились с использованием гита в качестве личного инструмента разработки и публикации и говорили о том, что мы можем сформатировать патчи с помощью утилиты гид формат патч, потом их как-то передать нашему адресату со словами, вот я такой-то, сякой-то, пожалуйста, приложи мои патчи с помощью гитая. Вот. Но не говорили, как передавать. На самом деле это неправда. Причем неправда довольно... Что здесь? Здесь как-то не так должно выглядеть это. Ну ладно. Причем неправда довольно важная, потому что в действительности гид подразумевает канал передачи данных и этот канал email. Вот. Когда мы что-то посылаем в гите, на самом деле у нас всегда есть вот такая вот штука на вас. Кто посылает? И помните, когда вы только-только инициируете работу с гитомом, он говорит, слушайте, у вас не настроена почта и имя. Пожалуйста, настройте. И мы грешным делом, когда занимаемся этим в одиночку, вне сообщества, вписываем сюда какое-то барахло. На самом деле, конечно, здесь надо писать не барахло, надо писать вашу реальную почту. Вот. И какое-то условно реальное имя, по которому вас будут определять. Вот. Кстати, гид конфиг это настройка гита по умолчанию. То есть весь гид, которым вы пользуетесь, будет этим гид конфигом пользоваться. Если вы хотите перебить конкретные настройки, допустим, вы в процессе разработки участвуете в какой-то разработке, где у вас почта другая, да, например, корпоративная, вы используете локальный гид конфиг, там, командочка гид конфиг или просто лезет туда пальцами, точка гид слэш конфиг и там исправляется. Вот. Вот эта самая почта играет очень важную роль в том процессе совместной разработки, который изначально, изначально был присущ и до сих пор присущ очень многим сообществам. Ну, вот. На это дело заточено. Что я имею в виду? Значит, ну, про гид карман кач гитаем повторять в очередной раз не буду. Давайте я лучше расскажу про собственную почту. А то я так сильно подозреваю, что далеко не все, на самом деле, в теме про электронную почту, что это вообще такое для большинства людей, которые пользуются почтой в реалайфе. Почта – это такой сайт, ну, например, gmail. Куда ты заходишь, нажимаешь кнопочку «Послать сообщеньку», а также нажимаешь кнопочку «Получить сообщеньку». Сайт такой. Вот. В действительности все слегка не так. В этом прок я отвечу на вопрос, что такое сайт кей вот здесь, вот в этом месте. Электронная почта – это очень-очень старый протокол, существующий чуть ли не во времен вообще доинтернетных. По-моему, доинтернетных. Вполне себе. Вот. Который позволяет вам обмениваться сообщениями. Ну, реально. Вот. По вполне такому определенному текстному протоколу. Ну, вот даже не знаю, как правильно это показать. Думаю, что я не буду выпендриваться и показывать. Я обычно люблю очень на лекциях по сетям показывать, как я умею с помощью терминального подключения посылать почту, вот читать почтовые ящики, скачивать FTP. Но этого все делать не буду. Вот. Поверьте мне на слово, что это текстовый протокол SMTP, который можно… Кстати, надо ссылку повесить в Вики, чтобы вы могли посмотреть, что это такое там на Википедже какой-нибудь. Вот. Который предназначен, протокол SMTP, для обмена почтовыми сообщениями между серверами. То есть типичный сеанс обмена почтой состоит в том, что некоторый сервер открывает… в смысле некоторые программы открывает соединение к 25-му или 558-му, что-то порту, не помню. Сейчас скажу, какому. Да греб же. А. SMTP. Нет. Такой не нужен, а нужен какой-нибудь садмишин еще надо. Да, вот 587-й порт. Ну еще какой-то есть SMTP. Ну короче, в каком-то порту по специальному текстному протоколу рассказывают, от кого эта почта, кому она предназначена, его содержимое почтовое сообщение. Вот. Само почтовое сообщение – это довольно сложный такой текстовый файл, вернее текстовый сегмент, в котором в числе прочего, например, указываются нетекстовые составляющие, которые можно разобрать. Это такой архив, если хотите, почтовое сообщение. И вот в таком виде это все проезжает на какой-то другой сервер. Этот другой сервер говорит, у меня такой пользователь есть, сейчас я ему в почтовый ящик, а почтовый ящик – это просто файл, ну так было раньше, положу соответствующее сообщение. Дальше пользователь в этот почтовый ящик заходит и это сообщение смотрит. Вот я сейчас продемонстрирую такой old-school вариант работы с почтой, вот как он был все прошлое тысячелетие и до сих пор у многих людей, которые пользуются почтой именно как техническим каналом, до сих пор у многих людей работают. Сейчас, это где-то вот тут. Да, точно, значит, посмотрим, какой, чтобы он мне рассказал побольше, повербозить, а вот повербозить. Mail-V, минус S, TestMessage. Минус, и кому? Джордж. Обратите внимание, что я даже не указываю, какой именно Джордж, потому что эта почта будет прислана с вот этого сервера на него же, на самого. То есть мы сейчас показываем некий old-school вариант обмена почтовыми сообщениями в рамках одного компьютера. Понятно, что если я здесь напишу адрес, add и дальше название сервера, то все это произойдет. Но мне достаточно пока вот этого. Значит, ой, надо было вот так сказать, извините. Вот. Ну, здесь надо написать что-то типа This is the TestMessage Ctrl-D Cc никому не добавляем, ушло. Это да. А, ну, посмотреть очередь почты не могу. Вот. Но у меня есть теперь... У меня есть теперь... Где-то почта, она лежит где-то вот тут вот. Вот она. Это вот мой почтовый ящик. В нем что-то лежит. Выглядит он примерно вот так вот. И вот она, наше последнее полученное нами сообщение. This is the TestMessage обработанное, полученное по протоколу SMTP, заложенное в ящик и так далее. Вот. Что мы можем сделать? Мы можем его посмотреть... Ну, так его смотреть, конечно, страшно. Мы можем его посмотреть с помощью какого-то почтового клиента. Это просто программа, которая умеет ходить к этому ящику. Ну, скажем, MOOC. И вот вам, пожалуйста, значит... Мое сообщение. Тут какой-то Delivery Status Report. Бог бы с ним. Вот, короче, вот. Отправил, получил. А как видите, почтовый адрес довольно странный. Потому что он внутренний. Ну, я ему мог... А, нет, нормальный адрес. Нормальный адрес. Вот. Соответственно, вот примерно так это и работает. Да? Вот это отправка сообщения. Вот это получение сообщения. Можно даже вот так вот было его получить. Вот она. С помощью клиента mail. Обратите внимание, что вот этот клиент mail имеет какие-то свои, значит, настройки. Он прочитанное сообщение переклал, предложил мне в локальный, в домашний каталог по названию mailbox. И это тот самый mailbox. Почему я вообще все это показываю? Это тот самый mailbox, который умеет применять в качестве хранилища патчей, хранилища коммитов. Умеет применять gitm. Один из вариантов работы gitm, вы ему говорите, mailbox, в котором лежит несколько сообщений. Он их пилит на части, говорит, это несколько коммитов, сейчас мы их применим. Вот примерно так выглядит old school почта, когда у вас работа происходит на той же самой машине, которая отправляет и которая, главное, принимает сообщения. Вот у вас почтовый клиент, он просто входит к файлам. В real life все немножко посложнее, потому что вот я долго искал, вообще есть ли у меня такая машина, на которой такая почта работает. Вот нашел ее, это наш тимовский сервер. Но как видите, я этой почтой в таком виде там не пользуюсь, как вон у меня в почтовом ящике было одно сообщение, которое только что вам сам себе послал, а больше их там не было. То есть этой машины на самом деле не предназначен. Просто там включен этот способ работы с почтой. Вот. В real life все происходит несколько хитрее, потому что есть почтовые сервера, именно они получают почту и вы туда, значит, раскладывают полученную почту в почтовые ящики и вы к этим почтовым ящикам уходите с помощью другого протокола, который, собственно, и есть протокол доступа к почтовым ящикам. Протоколов таких довольно много, вот. Но главный из них это протоколы map, который позволяет, значит, даже он позволяет на стороне сервера сразу эту почту сортировать и раскладывать по ящикам, а вы просто соответствующему ящику ходите, говорит, сервер дай мне. Опять-таки, я вчера в плане подготовки к лекции с помощью терминального подключения почитал свою почту, но боюсь, что это немножко автопик, времени у нас маловато. Если кому охота, я могу сделать спин-офф маленький, как это делать. Ничего, кроме фана, в этом нету, никакой особой пользы. Тем не менее, это можно сделать. То есть, когда мы получаем почту на почтовый сервер, такой типичный, даже тот же Gmail, мы можем прилить к этому серверу по специальному протоколу, который называется EMF, который предназначен для просмотра почтовых ящиков и получения из них соответствующей почты. Всем этим занимается программное обеспечение, которое называется почтовый клиент, такая приложенька. Я опять-таки сильно подозреваю, хочу запилить у нас в канальчике опрос, что почтовым клиентам как таковым, именно приложением под названием почтовый клиент, а не веб-мейлом, пользуется меньшинство из современных пользователей электронной почты. То есть, большая часть народу пользуется каким-нибудь Gmail, Яндекс.Мейлом, Mail.ru и прочей, прочей, прочей. Яхуй, извините, Яхуй, ну, это Яхуй, Яхуй такой был раньше, не знаю, как он сейчас называется, не важно, как мне кажется, а меньшая часть запускает специальные программы, ну, типа, там, Mozilla, Derder Bird, сейчас, это именно почтовый клиент, который, говорите, пожалуйста, присоединись к почтовому серверу и покажи мне в красивом виде все то, что веб-клиент, веб-морды к этому почтовому серверу тоже показывают в красивом виде. Вот. В чем принципиальное отличие почтовых клиентов от веб-морт? В том, что почтовые клиенты, в конце концов, работают с сервером, как с источником почты и складируют эту вашу почту вам прямо на локальную машине, как место, где вы ее сохраняете. И, таким образом, с помощью почтового клиента, например, Derder Bird'а или Mutta, который я запускал, сейчас демонстрировал, можно получить, прийти к той же ситуации, что вы получили какую-то почту, содержащую патчи, сложили ее в почтовый ящик, применили этот почтовый ящик с помощью GTM к вашему репозиторию. Надо сказать, что все это безобразие, как я уже говорил, открытый текстовый протокол. И, понятное дело, что очень быстро, особенно протокол пересылки почты, стал страдать от спама, от ситуации, когда люди пересылают почту, предназначенную не тому человеку, или несанкционированной рекламы, или всякую вот такую ерунду. Вот. Поэтому современный почтовый сервер не позволяет просто так присоединиться к нему по протоколу SMTP, что-то такое отословить, в редких случаях это возможно, а в большинстве случаев вам требуется авторизация, то есть какой-то, каким-то способом определения, что вот тот человек или тот робот, или тот почтовый сервер, который сейчас пересылает письма через ваш почтовый сервер, действительно имеет право это делать. То есть при отсылке почте вы а выбираете такой сервер, который от вас эту почту примет, потому что подавляющее большинство серверов от вас почту не примут вообще вот с вашего локального компьютера, вот, и б рассказываете вашему отсылальщику почты, что нужно сделать, чтобы эту почту от вас приняли, приняли, переслали, да, ну, например, рассказать ему логин и пароль, или рассказать логин и пароль ввести с экрана самому, чтобы не хранить пароль. В случае доступа к почтовым ящикам эта процедура по умолчанию, понятное дело, что пока вы не скажете логин и пароль, вы не сможете объяснить вашему почтовому серверу а чью собственную почту вы собираетесь читать, это понятно. Последнее, что хочется сказать про электронную почту, это про штуку, которая называется списки рассылки. Опять-таки, подозреваю, что тема в прошлом десятилетии, не говоря уже о конце прошлого столетия, мега популярна, и сейчас потихонечку превращается во что-то странное, поэтому про списки рассылки надо говорить. Что такое списки рассылки? Список рассылки это такая штука, который работает как почтовый сервер, тот самый, который получает почту, но этот почтовый сервер используется вот для чего. Вы посылаете письмо на один определенный адрес, это собственно адрес списка рассылки, а ваш сервер пересылает это письмо всем людям, которые на этот список рассылки подписались. Мы с такими штуками очень часто сталкиваемся в, так сказать, условно-деструктивном плане, когда для того, чтобы там где-то зарегиться, надо ввести свою почту, и потом вам на эту почту начинает приходить какая-то ерунда, причем это может быть совсем спам, когда вас обманули, и вы ввели свою почту в какой-то ханепод. А может быть так называемый бекон, то бишь бекон, это ситуация, когда вам нужно зарегиться на сайте, ввести туда почту, этот сайт начинает вас наваливать какими-то информационками. Так вот, когда-то, когда, значит, деревья были маленькие, а компьютеры большие, трава зеленее, все остальное, все вот это безобразие работало хорошо в том смысле, что списки рассылки использовались не для того, чтобы спамить людей, а для того, чтобы сообщать им важные вещи. Более того, может быть, кто-то из вас удивится, но до сих пор они используются именно для этого, используются довольно эффективно. вот. Ну, в частности, вот у нас в комьюнити сообщества Альт Линукс принято общаться в списках рассылки на всякие важные темы. На неважные или, скажем так, на скоротекущие темы можно общаться там в форумах каких-нибудь, в телеграммке в том же, да, но если вы хотите, чтобы ваш текст прочитали все, кому интересно, тогда, когда получится. Руро, вы на что намекаете? Я не заметил этого момента. Ну, да ладно. Про правосиполиси. То есть, раскройте, пожалуйста, свое замечание, потому что что-то я не очень понял, о чем я. Вы что-то пишете. Все люди, которые подписались, то есть, изъявили согласие получать эту рассылку, получают эту рассылку, они это дело читают, отвечают вам, если могут ответить, не отвечают, если не могут и так дальше. Есть всякие гугл-группы, которые имитируют поведение списков рассылки, но это все довольно сложные конструкции, эти самые гугл-группы. А список рассылки, это ровно то, что я рассказал. Значит, чтобы отличить от спама как такового, то есть, или, скажем так, массовые рассылки непонятно чего, в почтовых заголовках в протоколе SMTP, предусмотрены специальные маркеры, которые определяют, что данное письмо принадлежит списку рассылки, то есть, его, например, можно рассылать верно многим людям, причем это устроено таким образом, что сфальсифицировать эту штуку довольно тяжело, то есть, замаскироваться под список рассылки, не будучи таковым, в общем, нельзя. это что касаемо того, каким, какой представлялась электронная почта людям, организующим взаимодействие посредством электронной почты и гита. мы сейчас с вами заметим, я попробую, я вчера это делал, попробую повторить сегодня, мы сейчас с вами посмотрим на то, как подобного рода штуки собственно реализованы. Первый полезный ресурс, это ресурс моего нежно любимого на сегодняшний день гитхостинга, который называется SourceHUD, вот, он развивается прямо сейчас, очень быстро, он полностью свободный написан на питоне, вам для того, чтобы развернуть у себя такую штуку, нужно поставить Postgres, нужно поставить редис для хранения ObjectStore и много-много всякого питона, вот, и он как раз взаимодействие между пользователями в SourceHUD базируется только на почте, в отличие от толстых гитплощадок типа гитлаба, гитхаба, вот этого всего и прочего битбакета. Вот, значит, вот хороший ресурс от SourceHUD про то, как пользоваться e-mail'ом и гитом. Берете ближайший к вам дистрибутив, ну, не знаю, тебя, вам нужно поставить пакет под названием git-email, вот, сейчас посмотрим, есть ли он у меня. есть, вот он, в нем будет утилита как раз gits-email, мы ее будем пользоваться, ну, и дальше тут есть прям покадрово, что вы хотите сделать, вот, кстати, вот вам, пожалуйста, рекомендация относительно того, как настраивать, да, давайте посмотрим, что у меня в плане, а, да, да, вот, давайте попробуем сейчас взять, сейчас, нигит-срц, пигейм-экзампл, вот, ай, вот у меня есть мой репозиторий с примерами для пигейма, вот, у него есть полезная штука, у него есть бренч под названием тест, который вот здесь помержил, вот, но мы сейчас можем попробовать вот эти две точки, вот эти две точки как-то, как-то объединить, да, и делать это исключительно с помощью, исключительно с помощью почты. Так, что мы делаем? Мы, во-первых, говорим, что у нас есть гид, сейчас, гид, бранч, минус а, вот, у нас есть бранч тест, гид, чеккаут, нсб тест, а, тест, гид лог, сейчас, нет, нам нужен origin тест, нам нужен вот этот бранч, тут у нас уже мяш получился, да, неудобно, неудобно, хотя, почему бы нет? Так, гид, чеккаут, минус b, newtest, вот мы, вот у нас есть бранч, у которого реализовал некоторый отскот шариков по сравнению вот с этим, вот, ну и давайте, чтобы, значит, не мучиться, вот эту штуку назовем каким-нибудь олдмастером, вот, и теперь, теперь у нас все готово для того, чтобы наш эксперимент совершить. Вот у нас есть ветка олдмастер, вот, над ней есть некоторая доработка под названием newtest, сейчас мы хотим помержить результат наработки в ветке newtest в олдмастер, вот, и сделать это через почту. Что мы должны сделать? Сначала мы должны настроить отсылку нашего почтового адреса, значит, вот у нас тут будет конфиг, вот, это, как видите, настройка, давайте погромче сделаю, настройка того, как вас зовут и вашей почте, та самая, кто у меня тут, у меня тут джорс на линукс.ру, пускай будет джорс на линукс.ру, вот, кому-нибудь, сейчас мы отошлем эту почту, неважно кому, главное, чтобы у этого человека можно было нормально настроить почтовый клиент. Значит, смотрите, тут есть одна небольшая проблема, в подробности, в которой я вдаваться не хочу, а именно, что если вы пользуетесь, допустим, гмэлом, то просто так, просто по ПТЛС в 587 порту к вашему гмэлу вы не присоединитесь. Вот, смотрите документацию по гидсидмэлу, где описано, как, как работать с гмэлом, там где-то в конце, где-то в конце, вот, что можно создать, создать опеки для того, чтобы вашему приложению было разрешено, ну, короче, настройка гмэл чуть более сложная, мы воспользуемся каким-нибудь другим почтовым сервером, ну, каким мы можем воспользоваться, какие у меня есть почтовые сервера. ваше сессия устарела. Ну, естественно, на студенческом сервере устарела сессия, понятное дело. Вот, вот видите, я тут экспериментировал уже с отсылкой патчей, сейчас мы это будем еще раз делать. Вот у меня есть некоторый пользователь, которого зовут Г. Курячий на студс.с.мс.у.ру. Вот этого пользователя сейчас мы и настроим, будем ему отсылать почту. Теперь вопрос, через кого мы будем отсылать почту? Как я уже говорил, через пользователя, через гмэл, отсылать почту тяжело, а вот через этот студенческий почтовый сервер легко. Значит, как мы это делаем? Нам нужно знать адрес почтового сервера. Давайте попробуем это сделать вот так вот. Нам нужно знать адрес почтового. Обычно это где-то в настройках вашего почтового сервера написано, но даже можно это делать вот так вот. Вот, вот, он просто называется студенческий сур. Окей. Значит, что мы делаем? Мы конфигуряем, где страничка-то эта. вот она. Да? Мы конфигурируем синмейл, дописывая туда, собственно, информацию о том, через какую почту мы будем, через какой почтовый сервер мы будем отсылать нашу почту. Как уже было сказано, это просто студ.смс.ру. Ой, уйди противный. сейчас покажу. Где-то. Вот она. Эти. Вот. Пользователь вот такой. 587-ой порт. Похоже, вот так это должно выглядеть. Вот. Сейчас попробуем, сейчас попробуем потестить. Значит, если не получится, сейчас поправим. Значит, что я делаю? я буду посылать почту кому-то через почтовый сервер студ.смс.ру, потому что я туда залогинюсь с логином и паролем, то есть я выполню смтп, с защитой, со всеми делами. Вот. Значит, что у нас есть? У нас есть вот этот патч, который мы, собственно, хотим отослать. Давайте отошлем. Значит, gips send email Давайте сначала посмотрим help от него. Да и вообще можно не делать ничего. Он довольно хитрый, там можно встраиваться в цепочке патчей, можно строить вот такие вот штуки, если вы много патчей отсылаете. Вот. Ну, поскольку он у нас один. Так. Нет, давайте там надо знать исполнить кому. А, можно вообще не говорить кому. Ну, ладно, надо, надо, надо говорить куда. hit. В смысле, что? Последний commit отсылаем. Значит, кому? Кому, кому, кому? Ну, давайте отошлем вот этому гайкурячему. Совершенно не обязательно. Может быть, другой пользователь, но поскольку мы уж тут залогинились. вас. Так. Вот здесь мы можем привязать эту почту к предыдущей почте, чтобы это выглядело как ответ на сообщение и группировалось в треды. Ничего не будем делать. Все, собственно, он его закодировал. Сейчас пошлю. Send, Send. Поскольку мы не сохранили пароль от этой штуки, он у нас спрашивает. Ну, давайте ему ответим. Нет. Вот такой, кажется, пароль. О, влезал 250. Что это означает? Успешно от ослана. Ну, сейчас почтовый сервер жует, поскольку он хир... О, нет, пожалуйста, вот он. Вот он, приехал патч. Смотрите. Вот оно, это письмо к нам приехало. Содержит в себе просто наш патч, причем в сабжекте его начало коммит месседжа. здесь вот собственно наш патч с продолжением коммит месседжа. Это можно легко читать. Мы могли обмазать это дополнительным текстом, читая документацию по гидс и мейлу. Но в целом вот он этот патч. Теперь давайте его получим и применим. Я сейчас попробую это сделать несколькими способами. Сначала самым простым, а потом более сложным. значит git check-out check-out coldmaster и вот этот самый патч мы сейчас и применим к кодмастеру, который мы только что проделали. Для начала сделаем это простым способом. Простой способ соответствует тому, что мы просто возьмем исходный текст этого сообщения, выделим его и скажем git am жух пасть doesn't apply что тебе не нравится. Значит спасибо Руро, который обнаружил, что я по глупости не тот патч прислал. Да. Ну что, хорошо, давайте удалим мастер. Значит, смотрите, давайте посмотрим еще раз. Это был патч, который называется разделение персонажей на активных и пассивных. Да. Вот этот патч, ну, извините, сглючил. Этот патч надо применять, разумеется, вот сюда. Да. Ой. Вот сюда. А я вот, вот у меня old master был вот здесь. Все. Значит, спасибо, спасибо за подсказку. Вот у нас правильный, правильный git id. git checkout минус b old master вот сюда. то, что ты будешь делать, то вот сюда, да. вот сюда. Во. И вот теперь, слава богу, вот теперь все это, ну, да, вот теперь оно должно просто примениться. вот, вот. Собственно, вот. Конечно, должно было все получиться очень хорошо с первого раза, но, как видите, я сам себе злобный буратино сделал не от того, чекала и нас гид старательно старательно огораживал от того, чтобы попытаться применить один и тот же патч еще раз. Вот. Теперь все, как видите, работает и должно было работать. Вот. И можно было прям взять и, значит, скопипастить, как я это сделал с самого начала, скопипастить просто исходник из почтовых клиентов. Вариант, когда вы просто скачиваете файл и просто его применяете, вполне работает. так же, как работает вариант, когда вы получаете просто этот мейлбокс. То есть, если вы это делаете на своей локальной машине, то вы просто мейлбоксом скачиваете. Если у вас вы пользуетесь веб-почтой такой, к мейлам, чем угодно, то вы возвращаетесь на классическую схему, когда вы как-то получаете эти патчи и делаете гитарем, ну, вот просто обычным сохранением файл. Теперь относительно вопроса, который задавал питанпрок в самом начале. Что такое подписи? У нас не хватит времени сегодня про это говорить. Вот есть ссылка на то, как подписываются разные объекты в АГИТе. Идея в следующем. На каком собственно основании вы будете применять патч, который от кого-то приехал? Протокол с МТП в общем не секьюрный, там нету, он доверенный, там нет гарантии в самом протоколе с МТП, что человек, который вам отослал это письмо, это действительно он. Самый простой способ получить такую гарантию это подписать письмо. Но подписка письма это штука, которая внешняя по отношению к ГИТу, а хотелось бы иметь механизм внутренний по отношению к ГИТу. Вот этот механизм называется всевозможная подпись. Подпись происходит с помощью утилити ГПГ, гну правил, правил си чего-то там такое, pretty good правил си ГПГ. Механизм генерирования, публикации электронной подписи в общем кей-ринге и механизм подписывания я, пожалуй, рассказывать сейчас не буду, это прям целая отдельная тема. Обратите внимание на вот этот параграф, суть которого состоит в отрицании исходного утверждения. Если в вашем тиме есть люди, которые не умеют пользоваться ПГП, пожалуйста, не вводите полисы об обязательном использовании ПГП. Научитесь как-то быть уверенными в том, что полученная вами почта действительно она. Помимо подписи. Но понятное дело, что гарантирует аутентичность полученного письма именно электронная подпись. Ну, в общем, думайте сами. В частности, то, что вы видели, это моя настройка работы с ГИТом для подписывания коммитов, которые я отправляю в сборочницу. Там неподписанные коммиты просто не принимаются. Там аутентификация нужна обязательно. Вот. У нас осталось полчаса на две вещи. Ну, наверное, все-таки хочется рассказать про то, как устроено это в SourceHut. А про TK Inter тогда расскажу чуть... Ну, в смысле, про TK Inter, а про вот эту вот часть расскажу чуть более поверхностно. Значит, на моем любимом SourceHut. Кстати, багу, на который я жаловался в прошлый раз, она была как раз бага в SourceHut. И я это место огорожу, когда буду показывать. Значит, на моем любимом SourceHut есть поддержка всего того, чего нам может потребоваться, когда мы хотим, чтобы в процессе совместной разработки происходило еще что-то, кроме гита и почты. Что может захотеться, кроме гита и почты? Про почту мы все теперь понимаем. Сформировал патч, отправил, заэмил его, все. Даже, видите, с грехом пополам научились это делать из командной строки, хотя бы вот это к сожалению не оттестировано. Что может захотеться еще? Мы можем захотеть, например, создать какую-то статическую страницу или вики, которую люди пополняют вокруг нашего проекта. вот, вам инструкция. Мы заходим куда-то там на сайте. Вот, в частности, в частности, можно создать некоторые вики. Вот, пожалуйста. Да. привязанный к... имеет какое-то название название репозитория, ну, пускай будет тоже тест вики. А, маленькими буквами. А, понятно, он должен называться с маленькими буквами, чтобы не было разночтения. и к какому репозиторию он будет привязан. допустим, ну, не знаю. Ну, допустим, вот сюда. К репозиторию на каком ветке. Ну, допустим, ветка мастер. Допустим, метка мастер. Вот. Теперь мы что делаем? Мы просто разрабатываем контент нашего сайта, контент нашего сайта внутри нашего репозитория. Вот. А потом сообразно вот этому help, где тут help documentation, вот. Коммитим его и получается вики. Да. Да. вот. Сейчас давайте туда что-нибудь попробуем записать. Индекс md. О, вот, вот, вот. Для этого нам нужен файл index.md. Хорошо. А, калин бранч. У нас какой бранч? А, ну да. ничего нету, что они там советуют сделать? Советуют просто создать файл index.md. Хорошо. Вот. Наличие файла index.md означает, что у нас есть некоторые вики. Да. и дальше мы здесь можем уже что-то такое что-то такое что-то такое редактировать. Тут написано хилов вот. Вот. Поскольку это совместный некоторый доступ к сайту, то в том смысле, что это некий репозиторий, который не относится к коду, а относится к некоторому тексту. Да, кстати, сказать, все документации сделаны ровно так же здесь, как вики к соответствующему соответствующему репозиторию. Вот. Дальше мы можем эту штуку редактировать. Тут поддерживается markdown. Все. То есть некоторый набор статических страничек, который в вашем случае выглядит достаточно формализованно как часть вот этого сайта. Если вам не хочется статические странички, вы можете, в смысле, если не хочется сделать такой вики сайтный генератор, есть прям целый сервис маленький, который называется Source Hot Site, когда вы делаете просто набор каких-то страничек, которые вы сами генерируете. Вот видите, тут джекил, хьюго, дотсиджин, этот самый, пеликан, что хотите. А потом это публикуется. Вот. Времени у нас нету, поэтому вот этот квикстарт я оставляю на стороне. вот. И это что касаемо информационного пространства статического вокруг вашего проекта. Вы можете редактировать с помощью того веб-движка, который вам предоставляет в хостинг, а можете встроить туда сайты-генератор. Абсолютно такая же картина во всяких гитхабах, гитлабах и во всех и прочих битбакетах, просто там все намного сложнее. Здесь, видите, я нажал три кнопки, получил какую-то штуку, которую можно просто гитом туда пушить. давайте вот. На Markdown тоже написано. Давайте ради интереса его подредактируем немножко. Да. вот мы ее подредактировали, мы ее запушили. фактически ничего, кроме того, что уже умеет этот движок, это пресловутая, вот, это пресловутая, пресловутая вики не делает, потому что Markdown и так умеет показывать. Вот. Но, как видите, формат, формат этого самого вики со ссылочками, со всеми делами, он более хитрый, читайте документацию. Вот. Значит, вторая важная часть, и это то, ради чего я затеял сегодняшнюю лекцию, и, видимо, с ней надо тоже немножко покрутиться. Вторая важная часть, это динамический обмен информацией. Вот тот самый, на нехватку которого я жаловался, когда говорил, что гид этого самого обмена информацией не предоставляет. Что предоставляет, допустим, SourceHack? SourceHack предоставляет списки рассылки. Что такое список рассылки? Ну, это документация, а сейчас мы его просто приделываем к нашему проекту. Сейчас, давайте мы закрываем лишнее. У вас. Приделываем к нашему проекту список рассылки. Add mailing lists. Напоминаю, список рассылки такая штука, куда пишет человек, и это письмо пересылается всем, кто подписался. Вот. Есть несколько вариантов организации этой вещи, поскольку список рассылки это не ваш почтовый ящик, а штука техническая, принято, видите, тут есть несколько шаблонов, принято разделять. Либо вы делаете один большой список, в который шлете все, либо вы делаете их несколько. Например, список announce, в который пишутся только информационные сообщения, и список девел, в который, например, присылаются те самые патчи, вот ровно они, Ginson Mail туда делаются. Либо даже, видите, есть вариант для еще большего сообщества, в котором есть отдельно announce, это такой широковещательный список для всех, отдельно девел для патчи, и отдельно discuss для дискуссии. Вот. Ну, давайте остановимся на этом варианте, хотя можно и паблик имбокс сделать, не важно. Создаем. Вот. Создались списки рассылки. Вот они пока что пустые. Давайте мы преэксплуатируем их точно так же, как мы эксплуатировали их раньше. да, давайте мы воспользуемся, во, сколько тут, вот oldmaster, да, и он пока всем хорош, и есть вот этот отскок шариков, newtest, ну, вот, давайте так и сделаем, git checkout newtest. Вот какой-то div есть, да, вот, git send email, посмотрим разницу между онмастером, да, два патча, потому что, помните, qgit показывал два шага. Хорошо, вот это, значит, два раза между, разница между oldmaster и нашим всем email, кому посылать? Посылать вот в этот список рассылки. Ща. Вот сюда. Вот у него такое название. Это валидное название для пользователя, как ни странно. Вот. Ну, никуда больше. Yes. Ему нужен мой пароль. Какой? Гукурячий. И еще один патч. Yes. Вот. Мы сформировали два патча, переслали их вот на этот самый список рассылки, и сейчас они сюда приедут. вот они. А где второй? Второй приезжай. Вот он этот патч. Обратите внимание вот на что. в отличие от гитхаба, гитлаба и всех остальных, Sourcehead не говорит, ребята, нажмите кнопочку и я сейчас ваш патч тут применю сам. Почему этого нет? Потому что, а что за пользователь будет накладывать этот патч? Давайте мы сами его применим. Вот вам патч приехал. Смотрите, у вас прям в вашем списке рассылки появился патч. примените его. Как его применить? Он советует так вот, скачайте и закитоимте. Сейчас мы это сделаем. То есть вы можете сделать это многочисленными способами. Вы можете скопипастить вот это и закитоимить. Так же, как мы это делали. вы можете это скачать и закитоимить. Вы можете попытаться сделать то, что сделал я, у меня не получилось с помощью имаптсли, потому что там какие-то питоновские кривульки. Но в случае SourceHut это сделается просто. Вот у вас есть адрес. Вот по этому адресу находится собственно весь наш патч. Вот он. Ну, вот он. Да? Вы этот патч скачиваете. Обратите внимание, что это обычный mailbox, тот самый mailbox, о котором шла речь, шел речь в разговоре про лекции. Вот. И мы говорите git.am минус 3, я забыл, что такое. Ну, в общем, вот. Только для этого нам нужно переключиться на этот самый, на old, на oldmaster. Вот. Пробуем. Пробуем сделать вот так. что при этом происходит. Происходит скачивание файла с патчем и применение его. Вот, пожалуйста, оба патча, лежащие в этом патчсете, приехавшие в этот mailbox. Вот они. Сейчас, где они? Почему тут один из два, но на самом деле их два. А, вот он второй, я просто не доглядел. Да? Вот они, эти два патча. Мы их просто скачали в mailbox, содержащий этих патчей и применили его через gtm. Все. Как видите, сама процедура даже проще, чем то, что я пытался объяснить на пальцах. Почему? Не потому, что SourceHUD какой-то офигительный огромный движок. На самом деле там ничего, кроме списка рассылки, нет. Вот. Мы просто скачали с него почтовый ящик и его загитаймили. Совсем такая штука, которая нужна, но которой, видимо, показывать не буду, потому что не успею, это сниппеты. Что такое сниппеты? Сниппеты, это когда вы кусочек кода шлете, а потом говорите скрипипасть, пожалуйста. Это то, что вместо pastebin используется. То, что люди привыкли ходить на pastebin и туда что-то вставлять. Давайте попробуем. А тут прям вот так. Это вики. Ну, в общем, вот. О! собственно, вы говорите какой-то файл и говорите какой-то текст. И потом можете на него ссылаться. Вот. Он имеет довольно длинный URL, но какая вам разница, если вы его можете всегда всегда закопипастить. Это некое файлохранилище всякого трэша. Вот. И последняя важная часть, про которую тоже нужно рассказать и рассказать прямо отдельно, это багтрекер. Багтрекер. Это тоже такой список рассылки с точки зрения sourcehut. Вот мы привыкли видеть у крупных сайтов, типа того же, гитхаба, гитлаба и всех остальных и не только их, специальные движки по багтрекингу. Вот. Но в действительности багтрекер это такой список рассылки, в котором довольно четко определяется топик письма и методы его обработки. В остальном он тоже делается через почту. Ну давайте посмотрим. Времени не хватает, ну да ладно. Значит давайте мы его создадим. под трекер. Я нажал менеджер трекер, надо было сказать ад трекер. Вот. Тут в описании new трекер. Вот. Что это за такой трекер? Давайте посмотрим. вот смотрите что нам пишут что вот у нас есть список есть багтрекер вот у нас мы вводим туда типа название баги вот пишем туда не русский что не русский вот и поехали все люди которые имеют отношение к этой ошибке получают письменную почтовую давление можно выключить получают почтовую давление о том что ошибка произошла вот вот она обрабатывают его она висит исполнитель форбурджорж потому что он единственный тут такой вот тут можно продолжить обсуждение вот две кнопочки comment resolve то есть это обсуждение автор ошибки говорит да точно ошибка ну я говорю ну и ладно и говорю все я эту ошибку решил потому что не хочу все на этом собственно список наших ошибок закончился как видите все предельно просто реализованы через те же самые списки рассылки под капотом вот единственная разница стоит в том чтобы что за сабмитить такую штуку можно не только по почте но и прямо непосредственно отсюда а можно и по почте читайте документацию можно послать вот сюда вот правильное письмо и оно туда тоже прилезет вот значит смысл багтрекера отличие от обычного списка рассылки он отличается тем что там довольно строго ну может быть специальной полисе по тому как вы оформляете ошибку вот и тред который порождается в соответствующем списке рассылки это тред в общем в котором участвуют специально выбранные люди не статически записанные в список рассылки такой-то да а динамически набиваемый значит вот про эту ошибку должен знать такой-то такой-то и такой-то да там исполнитель соисполнитель там люди которых она касается ну вот вот это вот опять-таки движков для бартрекера очень много это самый простой представляет он собой просто список рассылки есть еще такая штука как ся и континус интегрейшн который тоже поддерживается ссорс хатом но про это я говорить просто не буду потому что не могу это показать это надо чуть-чуть глубже залезать у нас осталось всего 10 минут на большую тему ну на самом деле ничего такого про что нельзя рассказать в стиле бла-бла в этой большой теме на самом деле нет значит фактически темы две первая тема чего я не рассказал про токаинтер и про вообще разработку гуя да почти ничего не рассказал про разработку гуи вот например я не рассказал про меню который разумеется тоже есть в токаинтере вот ну и вообще про всякую штуку вот про меню тут я нашел хорошую ссылочку где-то на сайте python scrips.com там прям много интересного вот я не сказал про то что к токаинтеру есть расширение которое называется ттк которое решает одну главную проблему токаинтера а именно наличие тем вы услышите токаинтера руками обязаны выставлять все значит все варианты раскраски которые видите как видите у меня на моем компьютере варианты раскраски переписаны в такой коричневатый весьма тон и приложеньки которые не пользуются темами по умолчанию запускаются именно вот такие и выглядит это странновато особенно если допустим приложенька считает что текст фона белый и поэтому можно на нем желтым печатать вот работа с темами эту проблему решает ну и потом вы можете делать красивые темки вот это все вот а кроме того в ттк довольно много дополнительных виджетов сейчас покажу много дополнительных виджетов таких вот удобных которых у нас в токинтере не было потому что токинтер очень старый читайте читайте также документацию там тоже есть сколько там всякие виджеты есть в ттк вот они там есть всякие в общем вот еще мне кажется я не рассказал про виджет под названием гриф вот он он только в ттк есть сайс гриб довольно волшебная штука такой пимпочка за которую ты тянешь и меняется размеры экрана что тоже в общем стандартном тк как видите не было если вам неинтересно пользоваться ткинтером для разработки графического интерфейса этих самых интерфейсов для питона хоть ложкой гриби вот более или менее аналогичные тому о чем мы говорили это кутер gtk и vx вот чуть менее аналогичный потому что он позиционируется как такой более универсальный это не только виджет сет вообще идеология построения приложения это киви в общем пользуйся чем хотите ткинтер был выбран потому что он входит в состав питона вот ну и 5 минут вот на эту вот штуку соответственно ничего показывать я наверное уже не успею ну и ладно тут питонпрок спрашивает можно ли проектировать хтмльные интерфейсы не знаю я думаю что наверняка можно но поищите в пп потому что ну то есть наверняка можно потому что таких как вы которые умеют хтмль css довольно много но там могут быть свои проблемы например а дальше что дальше видимо вы хотите чтобы это так и осталось веб приложение да но тогда это совсем другое это вот веб девелопмент или вы хотите чтобы у вас внезапно из хтмльного проекта что-то нарисовалось прикладное на этой стороне ну значит нужен кто-то кто умеет рендерить хтмль вопрос интересный ответа не знаю вот значит оставшиеся пять минут потратим на собственно некоторые рекомендации к грядущей к грядущей раздаче семестровых проектов значит напоминаю что в апреле месяце у нас стартует такая штука под названием семестровый проект семестровый проект это совместная разработка некоторого приложения на питоне вот давайте я сразу я вот думаю сейчас об этом объявители в следующий раз видимо объявлю об этом в следующий раз потому что сейчас об этом нет четких сведений на сайте в общем семестровый проект это совместная разработка в нем должно участвовать не менее двух человек в нем должно быть постановка задачи в нем должна быть как бы оценка его значит трудоемкости и в нем должны быть темы которых мы еще не проходили потому что обязательные в семестровом проекте темы давайте все-таки я это покажу это дипломент синтаксическая проверка тесты документация локализация вот это все то что нам предстоит в апреле и начале мая изучать про питон вот именно такое должно быть в вашем семестровом проекте он должен использовать какой-нибудь инструментарий питона ваш семестровый проект если у вас нет никаких фантазий вы хотите от меня получить такую задачу он будет на тк интере если вы придумаете сами окей не забывайте только про то что как минимум 5 из 6 требований в вашем проекте должны поддерживаться на самом деле я вот сейчас смотрю на этот текст и понимаю что разговаривать мне особо не о чем но смотрите значит чего хочется какие рекомендации можно дать по разработке такого проекта и эти рекомендации будут заинфорслены кстати в семестровом проекте прежде чем начать программировать построить интерфейсную модель в данном случае слово интерфейсный не означает это не программистский термин этот термин означает кто и как будет общаться с вашим проектом когда вы его напишете то есть если вы делаете какой-то гуй как будет с ним общаться пользователь если вы пишете в библиотеку как будет общаться программист с этой библиотекой интерфейсная модель состоит из планирования того как будет с точки зрения пользователя выглядеть то что вы делаете и как он будет этим пользоваться то есть когда он чего-то делает что происходит вот это дело вот это чего-то делает что происходит должно быть сформулирована в терминах пользователя то есть если эта программа по не знаю там поддержки ежеводческой фермы до то описание интерфейсной модели должно выглядеть так базовый интерфейс подключение к ферме номер такой-то управление кормовой базой ежей управления значит настройка кормовой базы значит чтобы ежи были разноцветные мониторинг рождаемости ежей вот это все что нельзя делать в интерфейсной модели это использовать термином термины из инструментария с помощью который вы собираетесь решать то есть никаких событий никаких виджетов никаких значит описание в типов данных которые вы собираетесь использовать в этом месте в интерфейсной модели быть не должно не успел я показать вот такую штуку интерфейсной модель можно рисовать на бумажке а можно например разработать в какой-нибудь гуи билдере он не очень хороший но работающий этот гуи билдер вот или нарисовать в каком-нибудь диаграмме ри он хороший хотя и специфический там есть где а есть специально штуки для разработки интерфейсной модели а можно рисовать на бумажке на бумажке как правило проще и обсудить что происходит когда человек там нажимает на кнопочку что-то меня следующий этап когда у вас есть интерфейсная модель написать программу которую реализует ее и больше никого то есть у вас есть интерфейсной модели есть кнопочки есть какие-то окошки редактора и больше ничего нету ну вот как примерно делать по губу этот пресловутый вот к реализован интерфейсной модели приклеиваются заглушки чтобы при нажатии на кнопочку действительно вызывался вызывался какой-то метод или какой-то обработчик который вызывается при нажатии на кнопочку то с ничего не делал заглушки хороши тем что теперь у вас в коде будет специфицировано место где будет выполняться то очень логика просто логика там нет и вот это последнее это довольно большая тема которую я хотел поговорить но видите мы с вами но в основном я затупили на применение патчей вот тема относительно того что у логику интерфейс в реализации особенно гуи проекта принято разделять то есть не принято писать на кнопочки экзекьют какие конкретные действия с вашей пользовательской средой при этом будут происходить почему потому что во первых вам придется писать тесты как писать тесты на гуи я не знаю как писать тесты на backend на логику да понятно то есть frontend и backend frontend это то чего пользователь тыкает backend это то чего в действительности работает но если ваш проект чуть более сложный чем тупо frontend тупо backend возможно имеет смысл воспользоваться паттерном под названием mvc model view controller в котором у вас не две части у приложения frontend и backend то есть то что видно это что работает а 3 в чем идея разделения на три части у вас есть логика описанная в модели у вас есть frontend описанную view и у вас есть штука которая смотрит что происходит во frontend то есть что происходит в понятном пользователю вместе вместе с формированным в терминах пользователя пользователь нажал кнопку сделать пользователь ввел какой-то текст в окошко пользователь выбрал параметр такой и транслируют то что приходит из view в сообщения события как как какой-то порог поток данных понятный уже вашей модели то есть пользователь выбрал какое-то другое какое-то другое представление данных а в модель получит вам ваш контроллер посылает в модель конкретные события пожалуйста переформатируй данные каким-то способом или пользователь назвал на кнопочку какую-то там вот как у меня в примере экзекьют что это за экзекьют никто не знает поэтому в контроллер приехала информация о том что пользователь назову кнопочку экзекьют а который сказал так экзекьют что это такое с точки а экзекьют это же выполнение вот того кусочка кода и перестраивание содержимого того окна дорогая модель две команды тебе выполнить кусок кода перестроен по результатам содержания окна и так по кругу вторая фишка разделения в мвц модул вью и контроллер состоит в том что у вас путь данных всегда идет вот такой он никогда не идет в обратную сторону вы что-то придумали отобразили этого вью пользователь на это среагировал контроллер интерпретировал действия пользователя модель тем самым скажем так транслировал действия пользователя в на язык модели модель интерпретировал это действие что-то перестроил и так по кругу здесь я наверное добавлю простейший пример мвц чтобы было понятно для чего такой уровень абстракции собственно все в домашнее задание будет входить маленький маленький маленькая пластиковая имитация семестрового проекта который будет состоять из простейшей интерфейсной модели простейшей постановки задачи вот ну и не будет состоять из тех штук которые мы с вами еще не прошли то есть там не перевода ничего пока не будет не предлагаться я еще не принял решение где я буду принимать и шью по регистрации ваших семестровых проектов скорее всего я буду делать на source хате но может быть сорс хат еще немножко сыровать на этот счет и тогда я перелезу на гитхаб но вроде как сорс хат ничего себе в этом смысле как раз заодно папа папа посмотрю насколько страшно пользоваться списками рассылки вместо вместо вот этого волшебного интерфейса на гитхабе вот все прошу прощения о некотором тупеже в начале но я надеюсь что он был познавательный вот в следующий раз значит обращайте внимание на то что я буду сейчас готовить некое некое документы потому как выглядит ну тут правда все уже есть как выглядит семестровый проект вот на вас ложится необходимость объединиться в микрогруппы по выполнению семестрового проекта в следующий раз объявится регистрация этих самых семестровых проект если кто-то из учащихся факультета хочет чтобы я сам этого человека на ком-то поженил в плане семестрового проекта ну вам и карты в руки но вы понимаете что это будет чистый рандом я просто возьму людей которые делают домашние задания их как-то перемешаю вас особенно обращаю внимание 321 группы для вас курс обязательный делитесь аккуратно делитесь чтобы не получалось так что у вас в проекте оба участник такие прям активные 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 дерутся перехватывают друг у друга ацетива и наоборот оба участника пассивный рассчитывают все делать в последний день не получится последний день будет плохо последнее главное что хочет сказать про семестровый проект да вы можете я писал это в чатике вы можете в качестве отчетности по семестровому проекту представить какой-то свой собственный проект который делаете на работе по фану где-то еще единственное требование к нему чтобы как минимум пять из шести вот этих вот требований там были 5 требований оценка отл 4 требования оценка хор 3 требования оценка удовол ну вы меня поняли и это без учета того что я еще буду смотреть на то насколько качественно реализована соответствующая штука вот если есть какие то вопросы успейте их задать если вопросов нету тогда все в следующий раз у нас разговор пойдет уже про какой-то пункт из разработки на питоне то есть инструментальная часть не пропустите его возможно это будет документирование а возможно это будет что-нибудь еще так вопросов нету ну хорошо тогда всем спасибо вот и до встречи в эфире в следующий раз ожидаю что ожидаю что к тому моменту вы уже начнете разбивать разбиваться на микрокоманды потому что еще через неделю регистрация закроется да все всего доброго